Девочки, чем занимаетесь? Я как хозяин обхожу владение своей. Девочки сегодня придут эти бахчу траву. Траву девочки будут резать. Мастера придут. Девочки, тоже интересная ситуация. Мастера придут, я им должна калитку открыть. Муж говорит, калитку открой. Мастера, говорит, придут. Ну, мастера, мужики придут. Будут это. Девочки, а я что делаю? Я это в окна мою. Мастера, говорит, придут. Я, говорит, так у них ключа нету. Этот же мужик не выйдет. Как они пришли с мужиком разговаривать. А мужика дома нету. И муж вышел с ними и разговаривал. Я говорю, ну, правильно, а в конце ты еще и деньги им отдашь свои, со своего кармана. А может, девочки, сегодня нету дома. Нету сегодня дома мужа. Я за мужа, короче, девочки. Я опять... Коты порвали вот эти защипки на сетке. Не знаю, коты или кто это порвал. В общем, пошла, защипки делала на сетке вон там. Муж говорит, ну, откроешь им дверь. Ты даже, говорит, можешь вот эту дверь закрыть. Типа, они будут свою работу делать. Я говорю, да. Они, говорю, ворота откроют на растопашку. И коты все залезут. Я говорю, надо же контролировать. Они же не знают. А если ворота закроют на замок, то как выйдут? Опять будут обла-обла кричать, чтобы я им ворота открыла. А ключ же я им, девочки, не отдам. И, короче, он говорит, а ты даже можешь вот эту дверь закрыть и дома сидеть, где мы, типа, вообще. Туркчени Бельмес, Коджам Йок. Все, короче. Делайте, что хотите. Я говорю, ага, может мне еще и паранжу одеть. Такой, говорю, ты странный. Им же нужно будет ворота открыть, закрыть. И все-таки нужно это. Они будут спрашивать здесь, косить, не косить. Мало ли. Мне кажется, они будут настаивать, девочки. Потому что лишняя копейка скажет мужика. Мужика сейчас дома нету. Сейчас мы с бабенкой договоримся. Еще 500 лир рубанем с нее. Девочки. А я скажу, нет, мне не надо. Мне не надо, девочки. Я сама все почищу, по-моему. Ну, эти деньги с счета банковского. А кто их там снимет? У него у этого мужика права нету, чтобы снять с этого счета. Нужно быть домкомом. А домкомов сейчас и ярдым джи нету. и на работе женщина. И этого мужика нету домкома самого. Кто им будет платить? Может, он уже заранее. Так он и не выйдет, девочки, как в прошлый раз. Он даже и не вышел, ничего. Я говорю, у него же жена есть. Жена. Почему жена может взять ключ и открыть ему? Это же он организовал. Он же там со своей половиной хочет чистить. Он же там живет. Понимаете? Он там живет. Тут угол и будут чистить. До конца высоты будут орать указания. А ты выйди, вот открой дверь, возьми, ключи, найди, открой дверь и иди. Раз ты этим хочешь заниматься. А че ж такое, девочки? Все такие умные. Ну и что, что я на Бахче живу? И что же я всем подряд должна открывать двери, что ли? У меня это вообще работа как бы никуда не упирает. Делают они там, пусть делают. Девочки, с той стороны тоже можно ворота сделать. Так это же все опять в копеечку вливается. И этим же надо этот мужик спрашивает, а сколько, говорит, сейчас поднять забор? У них там и забор надо поднимать с той стороны. Муж говорит, не знаю, цены же выросли. Открой, говорит, интернет, узнаешь. Понимаете, девочки? Они все кого-то хотят впречь. Когда забор поднимали, они орали же с окна. О, ты что тут делаешь, бахча, вообще? А теперь они интересуются. Это про ту половину я говорю. Они интересуются. Они тоже хотят такой забор сделать. Интересуются ценами. Так ты открой в интернете все есть, девочки. Можно и за 2 рубля найти, и за 20 рублей можно найти. Просто цены подорожали, девочки. Не знаю. Они все, если человек живет на бахче, значит, он должен всем подряд ворота открывать. У него тоже жена есть. Тоже такая же домашняя турецкая домохозяйка. Выйди, возьми, скажи, жена. Сегодня придут работники. Он же свою жену не подключает. Почему я должна заниматься вот этими всеми делами? Девочки, меня вот это напрягает. Несправедливость вот это вот. Она тоже турецкая домохозяйка, тоже дома сидит, бюре кипячет. Моего возраста женщина. Это же физкультура, блин. Надо нанять мужиков. Выйдет, блин. Там их же много в объемах живет, турецких домохозяев. Вышли на субботник один раз там. Это я мудохалась одна тут. А им вот такое же расстояние. Пять секунд, если выйдут две-три женщины, пять секунд это делать нечего. Так эти женщины, они не хотят. Понимаете, они только с окна указания дают. Девочки, а я пошла драйвить. У меня девочки, смотрите, какой агрегат есть. Девочки, еще ни разу пользую, купила, стоит. Полы дравить буду. Не на бахче, вот здесь, девочки. Здесь и пшикалка есть, не знаю, девочки, как. Сюда воду можно налить. Ну, моющую, не моющую, не знаю, моющую, наверное, нет. Вот, пришел он. Ага, пришел. Иди отсюда, иди. Вот они вот так вот лазают по махален. Такой радостный, знаете, девочки. Вот так они и лазают. Оттуда прискакал. А там закрылась, отсюда теперь тащится. Девочки, скоро дом построят, жильцы селятся. Дай бог, там тоже себе заборы построят. Меньше будут котейков лазить. Только отсюда будут лазить. А здесь им тоже когти не очень-то хочется драть. Поэтому они будут ходить оттуда, потому что там забора нету. Там легче перелезть. Они оттуда и лезут, а потом сюда идут. Дядьки, все, пошло дравить. лазить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, у нас же вот здесь вот стройка, да? Уже видели? Вот. Детенет тянут. Зачем он нам здесь нужен? Усовершенствуют, короче, интернет. Девочки, я когда траву у себя вот здесь резала, высунулся парнишка. Говорит, типа, Аббла, Кулагерсин. Сразу девочке понятно, что он это. Нашим. Из наших мест. Девочки. Я говорю, ты узбек? Он говорит, нет, туркмен. Ну, по-моему, он уже рассказал. Он говорит, помощь нужна? Я говорю, нет, не нужна. Ну, он там еще что-то пытался. Я говорю, мужа позову. Он говорит, не, не надо мужа. Я по-русски с ним? Он говорит, я русский не знаю. По-турецки типа. Ну, он все, яхши, яхши. Ну, ладно, яхши, значит. Яхши, зор, значит. Ладно, можно же было вот его попросить. Он тебе, ну, сколько там, 500. За 500 лир он тебе все здесь. Быстро, 5 секунд. Ну, может, тоже 1000 возьмет. Не знаю, может, 500. А может, и 200 скажет, хватит. Когда говоришься. Так это со своего кармана ты будешь платить, девочки. А это с банковского счета. Том будет сам себя оплачивать. Он, мужик-то, сосед это хочет. Он не хочет со своего кармана. Он хочет, но у него нету прав взять деньги с банка. Потому что он не домком. Он вроде с женщиной. С ярдым джей договорился. Не знаю, она, женщина, это. Чалышка. У нее времени нет по банкам ходить. Не знаю, девочки. Поэтому я сомневаюсь, что он выйдет сегодня. Девочки, у меня здесь столько срачей. Пыли. Пыли много, девочки. Вот такие вот дела, девочки. Девочки, этот сосед, мужик, я же вам сказала, он бывший милиционер. Он чем хвастается, кичится? Что он живет здесь с момента постройки дома. Он этим только хвастается. А если бы он что-то сделал за свои деньги и для дома, он бы обязательно это сказал. Он не сказал ни разу, что он сделал. Муха, девочки, залетела, зараза такая. Что он сделал для дома за свой счет. Это не тот тип идей. Он бы обязательно об этом сказал. Он ни разу не говорил. Он же видит, что муж все за свой счет делает. Это же он... Мы же не только для себя делаем. Для своей безопасности. В первую очередь. Но это же останется все. Например, мы продадим квартиру. Это же все останется. Тот же забор. Та же вот эта вот. Ворота, понимаете? Вот. А этот мужик, он ни разу не сказал, что я вот это сделал. Он просто всегда говорит, что я здесь живу с момента постройки этого дома. А этот дом построили, девочки, в 85-м году. История эта дома какая? Ну, если интересно, расскажу. История, девочки, этого дома какая? Женщина. Женщина, девочки. Армянка на свои средства. Ну, не знаю, землю, видать. Она землей этой владела, что ли? Или, может, купила эту землю? Девочки, раньше же по-другому все закон действовали тоже. Она за свой счет построила этот дом в 85-м году. И потом какими-то квартирами сама владела, какие-то квартиры продала, людей пустила. На этом заработала деньги. Сама жила в этом доме, девочки. В этом доме построен был специальное здание. С момента, когда строили дом, проект был. В проекте заложено было, что в этом доме будет магазин. И вон, девочки, был этот магазин. Бокал. Там первую необходимость продавали. Там что? Клеп, соль, сахар, муку, молоко. Вот такой вот. Маленький бокальщик. Может, она сама и продавала. Все может быть. Не знаю. Был магазин, короче. Вот так. А потом, когда уже женщина не стала, этот магазин... Ну, видите, акцент какой он чешает. Понятно, что он не тубок. Ладно, девочки, пойдемте отсюда. И он, короче, этот магазин... И этот магазин, девочки, потом сделали квартиру Капу-Джи. Стал вот за счет этой квартиры Капу-Джи и набрались вот эти вот денюжки. Понимаете? Денюжки вот эти. 25 тысяч лир набралось за счет вот этой квартиры. Девочки, два окна, я помню. Все, вода грязная. Ну, не совсем грязная, девочки. Приличная. Приличная. И потом этот магазин перебазировали в квартиру, стали сдавать. И те аренданты, которые платили за эту квартиру, это денюжки. Открыли счет в банке. Счет вот этого дома. И сам, допустим, крыша течет, дом сам себя может ремонт сделать вот на эти земли. Вот. Вот. Вот траву надо косить. Позвали мужиков. Дом сам оплатит расходы. Траву косить, чтобы. И вот этот мужик, он это узнал. Про этот счет. Да, муха летает. Я видела. Нет, я не могу. Это на сетку летает. Туда не зайдет. Нет, нет, не зайдет. Сетка же закрыта. Сетка не открывается. Сетка не открывается. И вот это вот... Он как узнал? Он узнал про деньги. Он знал, естественно, что счет. Он просто поинтересовался. Он же нам и сказал, что на счету дома есть 25 тысяч. Мы от него это и узнали. Девочки, мы же не знали. И он теперь засуетился. Ну, просто так, девочки, мне кажется, деньги не возьмешь. Нужно это. Счета предъявить. Просто так на слово. Нет. Можно счет. Квитанции. Сколько ты потратил? На траву нет квитанции. Откуда эти мальчиши? Которые будут траву... Которые будут траву-то... Рвать. Откуда они? Откуда они, девочки, возьмут квитанцию? Нет, конечно, квитанцию не дадут. Видать, договорился он с женщиной. Договорился. Она согласилась. А так, чтобы забор поднять, он должен будет купить товар. Так это надо бегать, девочки. Я же говорю, это не тот человек. Он вот позвал мастеров и не выходит. Типа, муж будет заниматься. А муж... У него тоже есть свои дела. Ты позвал, ты и занимайся. В конце концов, у тебя жена есть. Тебе же это надо. Мне это не надо. Бахча общая. Вот и делай. Я за своей бахчой слежу. Обидно просто, девочки. Если я на Бахче живу, чё же я всем подряд должна открывать и следить. Нет, так не будет. Девочки, так не будет. Я не разрешу. Ой, господи. У меня уже ноги заплетаются. Всё, девочки. Надо грязное уже всё. Надо менять. А это для пола. Девочки, всё. Сейчас здесь подотру немножко. И буду этих ждать. А чё подтирать? Они, если сейчас придут траву косить. Они же её будут как-то таскать. Они же не будут ходить по Бахче. Они по кафелю, девочки, все ходят. Раньше кафеля этого не было. Подарки, видите? Свеженькая, дядя. Раньше кафеля не было. Ходили все по грязи. А сейчас девочки все по кафелю ходят. Девочки, кто-то кидает окурки у меня на Бахчу. Не знаю. Поймаю, уши надеру. Наглость, конечно, второе счастье. Блин, соседи очень борзые, девочки. Вот и откуда взяться добрым словам для соседей, если они себя неправильно ведут. Они не понимают, потому что они же на Бахче не живут. Поэтому они не знают всех этих тонкостей. Ну, ладно. Они теперь будут знать. Я их научу. Девочки, раньше больше мусора бросали. Больше мусора бросали. Окурок, девочки, ветром так не надует, потому что через сетку не пройдет. Мешки, вот бумажки, сверху ветер, когда поднимается, а окурки нет. Тяжело окурку. Ну, у нас такой фортыны нету, чтобы через через ворота окурок залетел ветром. И птичка не принесет в клюве. И кошка тоже. Понимаете? Поэтому сверху кто-то бросил. Ладно, девочки, сейчас кошачий корм не бросает сверху. А то ж и грецкие орехи бросали, и фундык бросали. Я вам показывала. Кошачий корм. Сейчас девочки не бросают. Потому что ну, видать, совесть проснулась. Видят, что я тут травлю. Кадын дравит. Жалко, жалеет меня. Видите, соседи какие у нас жалостливые. А окурок бросили кто-то. Кто бросил, не знаю. И женщина может бросить. мужик и мужика. Девочки, уже надо это, успокоиться. Хочу отдохнуть. Все, девочки, буду сейчас туда войдем. Там же у меня канализационная слив. Через решеточку все пройдет. С хлоркой все. Я с хлоркой, девочки, дравила. Ну, полы, естественно, окна. Вот такой, девочки, неплохой. он дешевле. Все равно хлорка она и есть. Хлорка, девочки. Щадящая или не щадящая все равно хлорка. Все, девочки, у меня там посушилось, наверное, уже. Мне еще надо террасу полукомать. Девочки, смотрите. Огурчики это пруд. Я думала, они вылезут. Нет, вылезли. Девочки, хорошие, видать, сорты. И вот эти огурчики здесь. Здесь быстрее вышли, видите? И чеснок прет. А малина, не знаю. Девочки, геранька тоже хорошо пошла. Девочки, что-то не знаю. Бибер там куда-то один ушел. Бибер куда-то ушел. Эти не знаю, что с ними. Помидоры вот неплохо. Огурцы непонятно. Баклажан один тоже непонятно, что там будет. Вот, девочки, перышки. Перышки, девочки. Что здесь только нет? Хоть улиток не стало. А вон они, девочки. Вон они. господи. Девочки, это, по-моему, уже все. Девочки, это, по-моему, да, она дохлая, старая. Панцирь, не это. Очень твердый, как камень, панцирь. Вон чеснок. Картошка, девочки, прет прям. Я думала, нет, не будет. Смотрите, картошка-то. Ну, будет, не будет, не знаю, но прет ботва. Может, вырастет, как дерево. Крапиву жалко, девочки. Огурцы, видите, там коты лазают, поэтому вот вон там, что, что такое, не знаю. Бибер, что-то так хорошо был Бибер. Куда ушел, не знаю. Вон они. Девочки, помидоры что-то погнулись как-то интересно. Почему так? Или коты лежали? Не знаю. Девочки, чеснок. Здесь тоже, девочки, хорошо все пошло. Тепло стало и пошло. Что уж здесь, не помню. вон их там много. Девочки, ладно, пойду, соседи зыркают. Девочки, вон, бросил все через забор. А я же, девочки, здесь все мою, дравлю. какой-то жир, девочки, вот здесь на окнах. Не знаю, уже я все из последних сил. Сейчас этим надо будет заниматься. он еще говорит, ты мне, говорит, вот это вот сюда отнеси. Я сейчас, говорит, приду через 10 минут. Не турок, девочки. Не турок, понятно, что он не турок. Я, говорит, через 10 минут приду. Я говорю, хорошо, на мотоцикле, девочки, такой, знаете, деловой, байкер, на мотоцикле. Пусть лежит, что же я буду относить. Пусть лежит у него там это, респиратор, шлем и машина сама, газу на это. Травокосилка, газу на косилка. Девочки, он говорит, мне туда отнеси. Я говорю, ага, отнесу. Придешь, возьмешь и отнесешь. Я, девочки, ничего трогать не буду. Мне оно надо. Я и дверь не должна открывать. Вот, коры есть. Коджа коры. Вот этого соседа. Никто, девочки, не напрягает своих жен. Никто. Видите? Турчанки уж больно это. Не будут они вот этими делами заниматься. Открывать, закрывать. Они будут возмущаться. А тем, девочки, это не надо. Потому что они кераджи. вот и вся разница кераджи и сахип. Девочки, я уже все. У меня даже дыхалка закончилась. Домой тут немножко осталось мне. Ну, придет, придет, будет это. Девочки, ключи на видное место положила на борт. Девочки, у меня у своей работы навалом тут. Бордалекус, блин. еще вот с этим буду я сейчас заниматься. Она почему не может спуститься, его жена? Что? Хорошо. Соседка будет контролем. Ладно, девочка, поишла. ой, девочки, капец, все мои окна. Смотрите, а вдруг там ежик, девочки, обалдеть. Прикиньте, если там ежик. Слушайте, сейчас все будет это. А вон этот куртмен. Девочки, если он здесь будет, это капец всему моему урожаю. девочки, я не буду здесь. Ромашки, сумма, это нет. Девочки, пусть там все делают. Я ему сказал, он хотел здесь, я говорю, иди туда, туда, иди, говорю, о, лом. Там она да. Девочки, смотрите, капец. Ой, а я там окна не мыла хорошо. А прикиньте, если бы он здесь делал, а я окна помыла. Девочки, садитесь, пылюка какая сразу пошла. Вот я, блин, окылы. А я понимаю, там пыль стоит, он говорит, ворота не закрывай, сейчас кто-то придет, а он уже все делает, сколько пыль, сколько пыль там есть. Да у него уже работа за... Ой, девочки, капец, там сколько пыли. Просто обалдеть. А он по углам не может. Он если по углам будет делаться, а у меня же здесь там и угол. Да он сейчас пыль поднимет мне. Не, девочки, не надо, я сама здесь почишу. Тут остав ежика, жалко, капец, если там ложек, ну, наверное, убежал уже ежик. Соседка даже не знала, она, девочки, вышла, я ей рукой так помахала, она, говорит, типа, бюджик, он, говорит, да, говорит, типа, это, траву буду трезать, а она думала травить, он, говорит, резать буду. Это девочки хироджи же, но все равно. Вот пришел уже второй, с грабельками, девочки, с грабельками, сейчас будут мусор собирать. Ты, говорит, дверь закрой, я говорю, мне здесь не надо столько пыли, он, говорит, давай, вон тот, типа, угол. Я говорю, не надо, не надо, я сделаю. Девочки, вот, дверь же открыта, дверь же остая. Вот так, вот так, девочки, соседка там вышла. Типа, все, она, говорит, все. Она боялась, что они мусор не будут собирать. Они мусор собирают, девочки. Девочки, я здесь сделаю, здесь, здесь мы подорожника, девочки, сколько. Девочки, смотрите, ромашка, клевер, подорожник. не надо здесь ничего такого, здесь ничего такого ужасного нету. Здесь ужасного нету, девочки, здесь столько полюйки будет, а я только окна помола. Вы что, смеетесь? Ты, говорит, все, закрой. Я говорю, не, не надо. Вон, мужик, девочки, умный, с женой. Они в квартирке сидят. В квартирке девочки сидят, и вон, команды дают. С окна вон орут. Типа, все? Эти, говорят, да, эвец. Вот так, девочки. А я же на бахче живу. Вон, девочки, капец. Они же дерево еще пилят. я забыла. Ну, хоть это, не по кафелю ходят. И на этом спасибо, девочки. Вот что значит, девочки, капитализм. Поняли? Вот так вот. Капиталистическая система, девочки. У нас бы, как было бы? Мы бы собрали бы субботник. ой, капец, девочки, сколько пыли били. Пыль так и так будет. Пыль так и так будет. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, ворота открыты, блин, подлежут Девочки, они, они надолго Они надолго, они будут все деревья, что ли, пилить? Я не поняла Не поняла я Ну и что только я сегодня здесь чистила, но убирала Вон она, девочки, сколько Видно, наверное, девочки? Деревья-то Деревья-то, вон, девочки Блин Хоть стульчик сюда поставь и это Один сидит, второй пилит По очереди, что ли, они-то Ой, девочки Я сейчас там траву за одну порву Пусть они тоже уберут мусор Сейчас, девочки Девочки, я у себя траву Порубала лопатой Мешок собрала Вон туда, рядышком Рядышком Невином, девочки, поставила мешок Ну, наверное, догадаются, уберут Девочки, так смешно сейчас Они же деревья на улицу таскают Возле ворот кладут Деревья Ну, понятно, что это деревья с бахчи Чтобы эти деревья вывести Не на мусорку же просто тащишь их Белидея вызываешь А Белидея нужно платить Любой вызов Белидея Это нужно платить за это А они, видать А вообще, если вот так положишь Не вызвал, положишь, но мусор лежит Белидея сама Видит Ну, ездит машина Поливают насекомых, травят Видят, что деревья лежат Приезжает специальная машина Девочки, сейчас попью Специальная машина приезжает И забирает эти деревья Они как раз тут тащат эти деревья И все ко мне пристают Давай, говорит, обламу тебя здесь Траву почекай Я говорю, да не надо мне Сама я сделаю, говорю Почему, говорит, не хочешь? Я говорю, потому что много пыли А я, говорю, окна мыла Они ржут Девочки Мужики же А эти с окна, девочки Жена и муж с окна Указания дают Девочки А я, блин, на этом А я капучи Бакармосом, блин Двери открываю Хожу, закрываю Вот так вот, девочки И это Он тащит деревья Пристает, типа Давай, говорит Траву подстригу Чем больше они травы подстригут Тем больше они денег попросят А я говорю А там Белидея Машина, говорю Арава Белидея приехала Они говорят А? Пусть, говорит, тогда деревья Здесь полежат у тебя На Бахче, типа Я говорю Чего вы боитесь? Улыбается Пошли дальше Девочки, а это они будут Если такими темпами Я бы, девочки, уже бы Сама одна Все быстро там сделала Честно Они пока перекурят Пока поболтают Соседки еще повыскакивали Мужики же, девочки, пришли Соседки холостые Бобенки Болтают, наверное, чьи там еще будут их гонять Девочки, это А я только все почистила А через мою Бахчу же будут все выносить Пылюки, девочки, стольки Капец А я окна помыл Вот так и лыкоды Девочки, вот вам и капитализм Наняли, пришли А самим вот так вот Выйти на субботник Ну, видите Кираджи не выйдут Им это Бахча все равно Вон он таскает мусор Траву собирает Траву собирает А деревья? Деревья тоже Девочки, надо мужу звонить Надо мужу подключать, чтобы приходил А то сейчас они это Деревья скажут Полежат на Бахче Девочки, я за ворота переживаю Что А, все, он сейчас будет деревья Таскать, девочки А, мой мешочек Девочки взял Взял мой мешочек Он тащит Тащит мой синий день А, вот второй пришел Вот второй пришел Он же откуда-то вышел С той стороны вышел Там тоже же это есть Девочки Красоту мне все поломал Вот его просили Интересно, а не все или не все Не хочет, говорит Абла Траву, чтобы мы ей это Не хочет Девочки А мы бы вышли бы всем Всем домиком На это На субботник Все жильцы вышли бы на субботник Буквально пять минут, девочки Траву рвать Это я одна Мудохлась Не знаю, девочки Вот вам и капитализм Девочки, молодец Мужик грабельками мне делает А я хотела сказать Я не знаю, как грабли Блин, забыла Девочки, грабельками мне это Грабят Молодцы, ребята Все, девочки Я, да, ничего не делал Я, говорит, ничего не делал Ключики, водичку подавал Ключики Делал вид Что в доме есть мужчина Девочки, что это? Угу сверху А, это соседка Теперь там у себя чистит Вот А, муж звонит, девочки А где телефон-то мой? Девочки Девочки Тебе сейчас будет звонить Девочки, я уже встала Все Все Девочки Они здесь у меня посидели Я думала, они грабельками Девочки Алло Они, короче, пришли Несколько деревьев спилили И там траву убрали Я сказала, мне не надо Мне ничего не надо делать Они все Спрашивали А, Бла, давай Давай Я говорю, не, не надо Не надо Очень-очень много Пыли А я только окна помыла Короче, они там траву попилили А эти Супружеская пара Семейства Начальников С окна Руководила ими С окошка А я им Бахчу открывала Закрывала, блин Туда-сюда, блин Они ушли, да Они здесь ко мне пришли Грабли принесли Я говорю, я траву сейчас уберу А ты это Вот это Уберешь, короче Не знаю, что они там делали Я, короче, все сама сделала И траву покосила себе В мешок собрала Они, правда, мой мешок забрали Белидея приехала, любименька Деревья стала забирать А они как раз через Бахчу нашу тащат деревья Я говорю, белидеевская раба приехала Они испугались Бросили деревья вот здесь, возле нашей Бахчи Ну, не надо И пошли Я говорю, чувак, вы боитесь, они ржут Понял? Потому что за белидея мусор же надо платить Они бросили деревья Пошли Спрятались А, это белидеевские работники Они левак делают А-а-а-а От аферисты А я думала, они Мусор должны это Платить Они бросили Деревья, говорит, пусть здесь полежат Абла И побежали туда, на бахчу, прятаться. А я думала, они это испугались. А Белидея деревья собрала один раз. Но они еще вытащили деревья. И мой мусор-мешок вытащили. И траву там пособирали. О, сколько пыли было, любименька, ты не представляешь. А если бы там кирпи сидел, капот бы было кирпи, блин. Кирпи хорошо, что не было. Ну, не видно, во всяком случае. Ни у меня, ни там не видела я. Нет, а кирпи так это в травку не заворачивается. Не-не-не, это другое животное только в травку. А здесь такого животного не водится. Короче, травка здесь кое-какая осталась. Возле инжира, возле того непонятного дерева. Можно его... Я лопаты 5 секунд. Они, блин, 2 часа. Что они там 2 часа делали? Фиг его знает. А супружеская пара... Супружеская пара и он, и она с окна. Под чутким руководством. Никто не вышел. Я лопатой пошла, свернула все. Ты знаешь, сколько пыли, блин, во все стороны. Пылюка. Пылюка летит во все. Трава во все стороны летит, блин. У них специальный такой из целлофана. Они как это. У них маска есть, намордник есть. Из целлофановый комбинезон. Тулун. Они одевают полностью шапка, казак, панталон. Лана, а кто будет за этот байрам платить деньги? Я не знаю. Я сказала, все, вы типа закончили. Они говорят, да, мы все закончили. У тебя типа тоже поработали. Ага, думаю, поработали. Нифига у меня не работали. Нет, все нормально. Все нормально у нас, короче. Лана, давай, пока. Кое-какие вещи надо купить только. Не, я не могу. Я сегодня очень устала. Я не пойду. Семит купи, помидор, огурец купи. И все. Лана, у тебя все нормально? Лана, давай, пока. Пока. Девочки, я же мужу картинку отправила. Муж звонил. Говорит, что, все, говорит, никто не пришел. Я говорю, почему? Ну, вы же слышали, что я сказала. Девочки, ну все. Девочки, туркчине перемест. А вот с мужичками-то могу? Бельмес могу? Бельмек, то есть. Бельмес это нет. Отрицание. Могу? Девочки. Да, они тоже. А это, оказывается, беледевские работники. Девочки, они левак. Поэтому они бросили деревья. А я думаю, они боятся. Бросили деревья. И убежали. Хорошо, что я им сказала. Девочки, их бы поругали и уволили. А я им хорошее дело сделала. Я их спасла от увольнения, девочки. Бельмес этих работников. Ну, все. Девочки. Ой, такую облу. 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 У кое-какая травка есть, конечно. Ее бы тоже, девочки, за кирпи переживала. Но не было кирпи. Если бы кирпи была, соседке бы там ухала-ахала. Нет. Девочки, все, чистота, порядок. Так, марафет нальвела. Они тоже навели. А что вы ее не закрыли? А, она поливает, девочки. А зачем поливать-то? А, ну, чтоб пылью тряслась. Ну, все. Девочки, теперь у каждого есть своя работа. Вот вам капиталистическая страна, девочки. А я, блин, все по Советскому Союзу. Пашу, как папа Карла, блин. Надо, блин, тоже нос поднять, хвост распушить. И сказать, гребите сами, бахча общая, девочки. Так у меня же с тонким прицелом потом. На толстые обстоятельства, девочки. Поэтому я работаю. Ну, мне таких, это... Надо свою приобрести, газонокосилку. Девочки, у них это... На соляре или на бензине, не знаю. Ну, со своим. Со своим. Это же белидеевские работники. А белидеев, естественно, есть топливо для газонокосилок. Я их спасла от увольнения. Видите, какая я обла добрая. Ворчу, ворчу. А мужичков от увольнения спасла. А прикиньте, если бы они с этими вышли бы. А машина, блин, грузит эти деревья. Было бы. Было бы им капут. Ну, может, не уволили. Может быть, это... Ну, смотря кто. Если бы начальнику доложили... Это же тоже белидея машина. Тоже такие же работники, как и они. Если бы начальнику доложили, пожаловались, что вот эти вот... Отлынивают, левачат, по махале ходят. Конечно, девочки. От это... Как это сказать? От зависти, что они деньги заработали. Девочки, прикиньте. Полторы тысячи, чтобы бахчу траву покосить. Белидеевские работники загнули. А других не найдете. Это только у кого газонокосилка есть. Девочки, я куплю себе газонокосилку. Буду сама газоновать. Девочки, что-то нашествие чаек. Прямо это... И ночью летают. И днем летают. С воплями. А, смотрите, птички, птички прилетели. Птички попрятались, чайки, потому что... Они боятся воробушки. Попрятались, видите? Видать, это чье-то гнездо спугнули. Видите, голубушки? Воробушки прискакали. Прячутся, смотрите. А может, это... Здесь же еще букашки. Вон, смотрите. Сейчас они мне тоже порядок наведут. Девочки. Диана, вон. Сейчас улиток пособирают. Червячков. Травы же нету. Вон они. Головушки. Вон они. Сейчас соберут. Всяких паразитов. И чайки, девочки, летают. Они боятся. И всю ночь. Уже неделю где-то. Может, у них брачный период учают. Сейчас. И ночью, и днем орут. А воробушки пошли порядки наводить. Вон букашек всяких кушают. Девочки, некуда больше положить. Мухтайчик тут. Видели? О, так толстый не надо, сынок? Нет, нет. Я толстый не положу, естественно. А, видите, какой околы. О, околы. Анне. Околы олум. Правильно? Ага. Что, неправильно, что ли? Печатая положила. Напечатая режет. Сынок, это на этом можно резать. Это что? Мрамор. Все равно грязно. Ну, грязно вытереть. Девочки. И мамке тоже сделаешь, да? Можно. Один. Там хлебушка достаточно? Вот. Голбаску положишь. А что это, это, солчат взял, не мажешь? Аааа. Забыл? Помочь? Я еще закрыл, сгорел. Сгорит, потому что что-то там. Так меньше сейчас огонь. Нет, нет, выключи, я прям вытащил. А что, там прям горело что-то? Нет. Включи, сынок. Ну, просто запах как-то что-то не... Меньше, сделай. Меньше это и так. Меньше. Все, все. Перехватит. Перехватит. Так ты сыра убери сначала, или ты прям так будешь? Можно так. А чем будешь закрывать? А, вот этими будешь? Так, а ты можешь сейчас вот этот хлебушек взять и закрывать. Нет, нет, салам я еще не поставил. Нет, нет, ты неправильно, отсюда не надо. Прям вот на это машь, вот это машь. Мне не надо сюда. Один не машь. Хорошо. А ты правильно, вообще? Прям вот сюда можно. Оттуда забери. Там, пусть оттуда дурится, не проблема. А, ну все, два тогда смажь и два уже там может. Хлебушку хватит, не? И хватит можно на вот эти сделать. А, говорит, можно на булочке начать мазить. На колбаску порезала, потом. Я давно порезала. Утром думал, взялась. Думаю, ну ладно, ты по работе закончишь, мазь. Я... А, мамка. Мамка дравила. Ой, немного, сынок, салчи-то. Немного еще, сняли. Все, все, больше не надо, сына. Вот это пойдет туда, это пойдет сюда, а на тех уже есть. Все, не надо больше. Ну, ну, вкусно будет. Вкусно будет. Ладно, мне один без салчи, ладно? Угу, ничего. Колбаску одну мне только положу, и все. Все, теперь закрывать надо. Нет, еще колбаску не поставили. Колбаску. Ой, мало. Можно отрезать колбасу? Сейчас. Да хватит колбасы? Не, два, я думаю, поставить нельзя. Да хватит. Ой, муж отрезать. А где она? На голоденнике стоит. Ой, у меня, девочки, все болит. Ой, пирог надо кушать. Ой, сгорит, сгорит, сгорит. Не, не бойся. Ладно, я... Не бойся, ничего не сгорит. Нет. Ладно, я могу. Спасибо. Давай, порежу. Давай. Ну, может, все поразится. Держи. Легче у меня грязно. Мм. Все, девочки, закрыли. Не, не так. Мазать не... Не, 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 не так, сына. Не, не... Стало, стало. Не, не надо так. Все, закрывай. Надо сверху класть, да, ножичком. И все, масло получилось. Ножичком, ножичком. Мм, ножичком. Все, выкип по маслу. Ой, ельки, пойду по... По... По дураку, друзья. Молодец. Ничего, научишься? Ну, все, мы... Все, закрываем, да? У меня все... Да, и надо мыть. Вот здесь мой. Здесь мой. Девочки. Ничего, мальчиш, научишься. Я, говорит, один раз только делал с обе, когда. А? А? Варить надо. Варить надо. Да. Что варить? Что варить? Да. А, давить. Мамка глухая. Старенька мамка уже. Давить, говорит, надо. Ну, давить у меня. У меня, девочки, сил нету давить. Все силы бахча забрала, девочки. Ладно, подавлю. Не, сильно давить не надо, поломается. Давай колбасу на место, масло на место, сыр на место. Не, ну шо, капался есть. Еще огонь не нагрелся. Сейчас нагреется, я на четыре поставлю. Пять поставлю. Хорошо. Быстренько убери это все в холодильник. Закрой. Нет, что сделаем? Больше нету? Хлеб закончился. Хлеб можно сюда. У тебя не хватит? Четыре штуки? Ну, пусть я... Пять. У тебя пять. Раз, два, три, четыре, пять. У меня один. Пять штук хватит. Куда ты что? Давай, закрывай. Ты ничего не ел, что ли, сегодня еще? Ну, нет. Утром... Что я лучше... Девочки. Утром докушала. Давай. Давай. Закроем. Девочки, мы берем все. О, нету... Давить? Вот полотенце. Нет, нет, нет. Холотенце, не холотенце. Полотенце вон сзади тебя. Да. Ну ладно. Кухня еще неизвестная. Неизвестная, но... Нечего лежит. Известно, но... А это что здесь было? Сыр был. Вот же сыр. Или старый, может быть. Не помню. Где-то салат был, где-то сыр был. Это была я, лентяйка. Уже у меня сил нету, потому что, девочки. Сейчас. Берем это все лишнее. Девочки, я уберу. Убери вот это. У меня сюда тостик. Один. Ну что, один тебя? Ну не хватит. Два. И что, да? Не хватит. Тоже мусор завели. Не кушай, кушай. И что я проблемой? Не жалко. Не жалко кушать. Чай не пил. Откуда сила? Чай попил. Не жалко кушай. Не жалко, бред, кушай. Я из себя могу сделать. Больше хлебушка не даю. Из-за чмама. Из-за чмама будем на батон делать. Ну и что. На батон дальше ты будешь. Ой, а я наприседалась. У меня теперь все болит. Ой, тара-тай, тара-тара. Девочки, чай будем делать. Вместе с вами. Девочки, это надо драйвить. Видите, не вымылась машинка, потому что надо. Прошлая машинка, конечно. Надо. Я понял, я помню. Прошлая машинка. Нет, такая же это. Это. А прошлая что, сделана? Мусор бросили. А, взяли-то те? Не, я этого не знаю. Забирали чай? Если забрали, забрали. Нет, мусор бросили. Чай, девочки. Чай, говорит, не пил. Откуда сила чай попил? Совсем мусор. Девочки, буду пакетики чай делать. Муж девочки пакетики купил. Я помню, я помню пил, когда-то из... Кушбурны опил, когда банк. Да, Кушбурны. Тоже хороший. Надо же купить для... Девочки, я хотела... Можно туда купить, спрошу. А я уже бросила. В следующий раз я можно купить. Девочки, а я не хочу пакетики. Я хочу хороший, нормальный чай. Тебе лишь у нас там можно купить? Купим. На лист там не отпущешь? На лист напишу. Это в Биме только надо, по-моему. В Биме? Не знаю, где покупать. Или шоке тоже есть. Тоже. Девочки, чай буду делать сейчас. Вот, звуки. Звуки. Вот, тост уже. Девочки, надо чай насыпать. звуки, слышали? Да. Девочки, ну-ка. Ну-ка. Что не готов-то? О, шокмадер. Уже готов. Меньше огонь сделал. девочки надо воду налить руки тарелку бери мне вот сюда девочки чай будем аккуратно сыграть расставшую закрой она дойдет зачем-то открыл закрой сейчас дойдет не бойся горячо просто горячо давай я тебя в тарелочку положу не могу сам тарелочку какую тебе дать ты вот это убери лишние вещи мне сюда я возьму а себе сюда ножик надо ножик если вилку взял значит и ножик надо 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 давить уже все сына сыр да не растают что-то не везде я себе вот этот возьму все что-то то что у меня не получилась почему нормально все нормально кетчуп салчат не понравился закрой это сейчас дойдет закрой один откусил он сыр идет смотри сыр идет партишка что как закрой ты положила вы горячим нет у меня тоже также разрежьте у меня-то села нету из-за этого не получилось нет все хорошо все отлично я не хорошо не подавил нормально все у обида помнишь давить совсем тоже нехорошо у обида помнишь как были малюсенькие помнишь у меня такой семьи нету будет девочки не знаю не будет у меня там и тема паста много положила у меня не говорила вам наказывается вот банку не слышит вот а мамку не слушал говорить вот все сынок шкварчит шкварчит уже все смотри вам здесь девочки приятного аппетита всех вас обнимаем любят сейчас чай